Всем привет! Сегодня я хочу снять повторное видео, которое я уже снимала, но снимала я при искусственном освещении. Там я как-то очень плохо отрегулировала освещение и был засвет. Мне просто хотелось добавить в видео какой-то живости, именно природы. Иногда здесь просто орут, поэтому я надеюсь, вас это напрягать не будет. И по поводу очков. Это не просто для фэшн или из-за того, что модно. У меня просто иногда болят глаза от какого-то яркого света. Эти очки идут с защитой от лучей ярких прямых и также с диоптрией для небольшой коррекции зрения. Сейчас мне коррекция зрения, конечно, не нужна, но так как я сижу на балконе, иногда выходит солнце и свет будет падать мне в глаза, поэтому я защищаю их в домашней одежде, потому что я хочу снять видео более такое расслабленное, домашнее. Сделать его так, как будто вы ко мне пришли в гости и мы с вами уселись за чашечкой чая или кофе, кому что нравится, просто поболтать. Я не сказала, но видео будет на тему, что меня поразило в России, когда я только переехала. Я давно хотела снять такого плана ролик, но почему-то мне все не хватало, что-то хотелось сделать. Знаете, когда попадаешь под небольшое влияние общества, именно моды ютуба, ты покупаешь новую камеру, ты покупаешь освещение, ты подготавливаешь себе чуть ли не шикарную студию, но на самом деле тебе не хочется больше снимать. Именно в плане таких роликов, вот стационарных, в галстучке и в пиджачке, тебе не хочется снимать. Почему я говорю в галстучке и в пиджачке? Я ставлю кусочек ролика, который я снимала до этого, на эту же тему, и вы увидите, какая я там была. Мне не нравится вот это вот все вылизанное, все такое, знаете, студийное, как будто я на телевидении вещаю. Я это не люблю, поэтому я, короче, избавилась от этого ролика. Надеюсь, этот ролик получится довольно-таки интересным, и сама атмосфера вас просто как-то расслабит немножко. Вещей, которые меня поразили, было очень много, и давайте приступим. Первая вещь, которая меня поразила, это русский язык, который здесь, в России, везде. Логично, блин. Почему меня это поразило? Потому что на Донбассе до того, как началась война, стали очень рьяно добавлять вывески украинский язык, в какие-то книги. Даже школы переводили на украинский. В общем, все пытались сделать именно на украинском языке. Живущие там люди его понимают, но мне, как говорящие постоянно на русском языке, это не очень нравилось. Поэтому, приехав в Россию, я, конечно же, просто вздохнула с облегчением. И поначалу было даже необычно, когда ты привык просто, да, наблюдать украинские слова везде, даже на транспорте. Вот эти вот таблички, предупреждающие на украинском, а здесь все на русском. Со временем просто чувствуешь себя как дома, блин. Также хочу отметить природу. Я просто наблюдаю за людьми еще в соседнем доме. Природа на Украине есть. В России она красивее. Вот хоть усритесь, хоть я не знаю, что вы мне там говорите и доказывайте. Я о природе заикнулась еще в самых своих первых роликах об Украине. И многим это не понравилось. Ну, особенно тем, которые из Украины. Я не претендую на мнение года. Я не сказала, что на Украине нет природы. Она есть везде, и она красива по-своему. Но российская природа мне близка по духу, потому что меня вот действительно как-то вдохновляют вот эти березовые рощи, березы. Они здесь вот такие, они красивые. А у нас березы, это, короче, это дуб. Дуб, просто дуб. Огромный дуб, который не похож ни на березу, уже ни на что. Магазины фикс прайс, это, знаете, такой магазин, который совсем... Господи, так и знала, что они мне будут мешать. Эти магазины поначалу очень даже выручают. Когда ты не знаешь еще где, что, какие цены. По своей ценовой категории они доступны, и по своим товарам также они доступны. И они очень помогают. Но когда ты живешь долгое время в России, ты понимаешь, что фикс прайс это такой магазин, куда не всегда бы я зашла. Потому что есть много альтернатив. Пойти купить вещь за 300 рублей, она тебе прослужит 3 года, допустим, да. Или пойти в фикс прайс купить ее за 50 рублей. Эту же вещь, но она тебе прослужит, я не знаю, месяц. Почему? Потому что качество в этих магазинах хреновое. Но на первом этапе этот магазин нас очень выручал. Когда мы не знали, где что можно достать, в этом магазине есть все. Я считаю, ленивость, когда у тебя много возможностей, тебя может бабушка, мама устроить на работу, причем официально. Ты живешь, можно сказать, в шоколаде, как говорят, у бога за пазухой. Но ты не пользуешься этими благами, потому что ты ленивый, просто ленивый. Дали бы мне такую возможность работать в какой-нибудь сфере, в любой сфере, неважно в какой, именно официально, я бы работала. Я, в принципе, так и делала, только я нашла официальную работу даже со своими документами сама. Да, она не была такой, конечно, чистой и хорошей работой, но не приходилось особо выбирать. То, что здесь люди добрые, это так и есть. Они здесь меньше обращают внимание на какой-то негатив. Многие мне говорят, что здесь, наоборот, больше люди такие мелочные, докапываются до каждой мелочи. Есть и такие люди, они есть везде. Но я именно взвешиваю и смотрю на то, кого больше в обществе. И вот хороших людей больше. И разве это плохо? Давайте будем пополнять ряды хороших людей и заканчивайте уже быть гнилым человеком. Что меня поразило, это отопление. Отопление здесь есть везде и всегда, именно в зимний период. Его раньше включают и позже отключают. Есть, конечно, какие-то свои нюансы и неудобства в этом плане. Но, блин, я вам честно скажу. Так как я мерзлячка, когда я жила на Донбассе, и Донбасс был еще в составе Украины, у нас включали отопление как можно позже и отключали его как можно раньше. Экономия. Но люди там страдали. И страдают, наверное, по сей день, кто не имеет своего отопления. Я просто честно вспоминаю те дни с болью, наверное. И со мной согласны многие люди, кто сюда переезжали. Здесь именно, знаете, как для людей. В этом плане зачет. Роуминг. На Украине купил одну симку, и ты с ней можешь объехать всю Украину. У тебя не будет ни роуминга, и симка будет принимать сигнал везде. Ну, в плане, где вышки стоят, да, в поле где-нибудь, где нет вышки. Конечно же, не будет, брат Силь. Когда мы приехали в Россию, купив симку в Ростове и переехав в Воронеж, мы понимаем, что, блин, у нас что-то очень много денег тратится на звонки. И это жесть. Честно, это жесть. Я, конечно, не понимаю вообще, зачем это сделано, для чего. Может быть, конечно, это и удобно для кого-то, но живя уже здесь, сколько, 3-4 года, блин, я все равно считаю, что это неудобно. Делали бы симки, пусть их 10 было бы, но они работали бы именно по всей территории России, и это было бы супер. Зачем так заморачиваться, я вообще не понимаю. Было бы, наверное, офигенно, да, иметь одну симку и звонить в любой регион. Это же круто, это же... А так на нас зарабатывают. Да, также меня поразили цены, не потому что они здесь большие. И первое, нам показалось, что очень дорого, потому что, ну, соизмеряем, да, как бы то, что у нас стоило 30 гривен, здесь 300 стоят, и, соответственно, как бы ты не понимаешь, что к чему, ну, в начале. Потом, когда ты немножко привыкаешь, как там, пытаешься адаптироваться, ты понимаешь, что здесь цены ниже даже, чем на Украине были. Были, а сейчас они еще больше там. Короче, мы сделали вывод, что цены, в принципе-то, не особо отличались от украинских тогда, но что-то можно было даже взять и дешевле. И за счет этого мы, в принципе, и хорошо экономили. Допустим, мне кто-то писал, о, чем брать сосиски за 200 рублей, можно взять мясо. Да когда мясо надоело, блин, сосиски за 200 рублей, они выручают, тем более с какой-нибудь картошкой толченой, какими-нибудь макаронами, да блин, это всегда было вкусно. А на тот момент, когда мы приехали, мясо, свинина, говядина стоило 400 рублей килограмм и 200 рублей сосиски. Как бы разница есть. Сосисок тебе хватает чуть ли, я не знаю, не на 2 недели, то, что ты покупаешь. Короче, я не буду об этом говорить. Я думаю, многие, кто жил так, кто был в стадии экономии жуткой, меня понимают, короче. Ну, давайте уже приступим к самим словам, из-за которых надо мной очень часто ржали, и мне приходилось людям объяснять, что это за слова, и даже после очень долгих объяснений люди все равно не понимали, почему именно так, почему такое слово. А вы, кстати, никогда не задумывались, почему ложка — это именно ложка, почему вилка — это вилка, откуда взялись эти слова, кто их придумал. Даже никто, а почему тот человек придумал именно эти слова, именно эти названия для этих предметов, вообще для каких-либо других предметов. Я иногда задумываюсь. Это будут слова, о которых я вспомнила. Тут не всё, конечно же. Первое слово — это тремпель. А ну, кто угадает, что это такое? Тремпель на Донбассе означает вешалка, плечики, куда вы вешаете свою одежду и в шкаф отправляете. Тормозок. У нас на Донбассе слово тормозок пошло от шахтёров, которым, соответственно, женщины собирали еду в поход, так сказать, на работу. И почему-то это было названо тормозком. Я не знаю всей истории, не углублялась в это всё, но почему-то назвали вот так. И у нас это стало тормозком. Соответственно, мы когда спрашиваем у кого-нибудь на работе, тормозок брал, а то я могу поделиться с тобой. Здесь, в России, не все понимают, что такое тормозок. Даже после объяснений, что зачем, почему тормозок. Некоторые даже думают, что обзываюсь. Слово куличи. Пасхи в России, на Донбассе куличи. Когда я сюда приехала, я не понимала, что за куличи собираются печь к Пасхе. Я представляла себе кулич — это какой-то пирог. Но на самом деле, когда пришла в магазин перед Пасхой, просто спросила, а куличи, где они у вас? Мне показали Пасхи. Тогда я поняла, что что-то здесь не то. Синенькие. Как вы думаете, что это такое? В России это баклажаны. И это вкусно. Как бы их там ни называли. Подрасчёт. Когда здесь говоришь это слово, практически никто не понимает. Подрасчёт. Что это такое? Оплатить покупку без сдачи. Кулёчек. На Донбассе кулёчек. В России пакет. Пакет. Маечка, любой какой-нибудь пакет. Неважно. Ещё слово. Скупляться. Скупляться. Я когда называю это слово здесь... Ну, раньше так было. Сейчас, не знаю, меня как-то все понимают. Потому что я, наверное, общаюсь с теми, кто... Оттуда же. На Донбассе скупляться в России — это ходить за покупками. Благодаря России я поняла, какой на слух вообще для всех людей остальных, особенно для россиян, наш акцент. И многие мне писали под многими моими же роликами, как режет им слух мой говор. Меня поначалу это цепляло, и я в какие-то дискуссии впадала. Но потом, со временем, я стала монтировать свои ролики. И, наверное, из-за того, что общалась больше с людьми, которые разговаривают нормально, я стала замечать, что мой говор мне не нравится. И это все благодаря России. Также хочу сказать, что этот говор полностью у меня никогда может и не уйти. Поэтому те, кто мне постоянно продолжают писать, что вот, у тебя что-то говор лучше не становится. Или наоборот, вот, есть улучшение. Мне вообще насрать, честно. Я говорю так, как говорю. Вам не нравится — не смотрите. Да, мне очень поразительно, когда говорят про мой акцент, про то, как я разговариваю, моё гэканье, хэканье. Я сама даже не прослеживаю, как я говорю. Я не слежу за собой. Я не считаю это чем-то зазорным, чем-то плохим. Я выросла так. Нужно уважать то, каким человек есть. Вы же не говорите каждому иностранцу, блин, о том, что он как-то ваш вот русский не очень понимает, скорее всего. Он как-то на нём не очень даже разговаривает. Не умеешь — не говори вообще. Ну, никто же не говорит так правильно. Почему считают своим долгом нам указать на это? Мы те же иностранцы. Да, мы говорили по-русски, но у нас был свой акцент, свой диалект. Называйте, как хотите. Мы говорили не так, не совсем так, как привычно всем остальным в России. И это нормально, это нормально. И также меня поразили дороги. Многие жалуются. Вот, блин, в России. Россия и дороги. Дороги и Россия. Вздыхают с сочувствием так. Съездите в Украину и не в центр Украины, не в Киев. Допустим, взять Донбасс, город Донецк, да, миллионник, который огромный. Даже там были районы, причём районы недалеко от центра, с разбитыми дорогами. Здесь в России то же самое можно заметить. И ничем, в принципе, я скажу, в этой области не отличается Россия от Украины. Ну, теперь уже от Донбасса. Но в России всё равно больше хороших дорог. Их всё больше и больше как-то облагораживают, как-то пытаются делать, где их не было до этого. А у нас там это всё забрасывали, поэтому никому ничего не нужно было. Делали только центральную и всё как бы на этом. Также стройки. У нас, допустим, таких строек, именно таких масштабов строек нет. Я жила в городе Мариуполь, какое-то время жила в Донецке. Потом город Енакиево. Также ездила в Горловка. Нет, нет, просто супермаркет, да, какой-нибудь могут подстроить. Но именно высотки, дома, никому нафиг это не нужно было. Не развивался вот именно город. Если даже и строились высотки, то это длилось очень долго и не так часто, да, что вот застрой прошёл, строится что-то новое. Нет, вот что-то одно построили и всё на этом. Много где по России поездила и практически везде. Просто даже вот взять Анапу, там деревня, да, которая для меня деревня. Там тоже строились, причём высотки. И, ну, это Анапа. Это не какой-то большой город-миллионник, да. А в Воронеже тут почти в каждом районе стройки, стройки, стройки. Это я считаю очень круто. Экология. О боже, я так наслышана была о том, что в больших городах, особенно миллионниках, просто вот, ну, просто жить невозможно. Но мне есть чем сравнить. Я вам хочу сказать просто вот про город Янакиево, где мы жили. Это родной город моего любимого. Первое, что на месте города построилось, это завод. А уж после вокруг него образовалась деревня. А уж потом деревня переросла в город. Причём городок маленький, наверное, по размеру как Ступино. И ему подобные города. Но, блин, там просто Silent Hill. Там даже хуже, мне кажется. Мы приехали летом, и я задолбалась просто протирать свои ноги. Именно ноги, потому что я была в открытой обуви. Белых вещей у меня вообще в гардеробе не было. Об этом и речи быть не могло. Потому что какой-нибудь выброс у тебя всё в крапинку. Всё либо в красную, либо в чёрную, либо в зелёную крапинку. И вот представьте, это не только вещи страдают. Страдает экологическое состояние человека. Блин, там многие люди болеют раком. Вот просто большой процент именно в городе Янакиево. Что здесь в России я заметила? Может быть, не во всех городах. Но, допустим, город Ступино, я в пример приведу. Там заводы и фабрики построены на окраинах. Не в самом городе. И не близ города, а просто на окраинах. И это хорошо так и нужно делать. Потому что давайте беречь людей друг друга. Это же не дело дышать этим всем. Вот такое видео я решила заснять. Просто поболтать с вами. Просто поделиться. И надеюсь, вам понравился такого плана ролик. Также пишите в комментариях. Может быть, кого-то также поражало то же самое, что и меня. Просто пишите свои какие-то впечатления от того, как вы переехали в большой город из маленькой деревни или из маленького городка. Мне тоже будет очень интересно почитать ваш опыт. А я с вами прощаюсь. Увидимся совсем-совсем скоро. Я вас всех люблю. Пока-пока.